здравствуйте что-то не слышно надеюсь на этот раз все будет хорошо потому что когда я выступаю все почему-то жалуются что запись плохая вот сегодня я смотрю технического оснащения здесь вполне достаточно мне очень приятно встретиться с такой аудитории вижу очень много знакомых лиц с разных городов даже республик нашей огромной россии я хочу вас начали поздравить всех с одним очень важным событием завтра вы знаете день защиты детей по сути если перевести на наш понятийный язык этот день защиты будущего я буду больше говорить о будущем хотя затронул конечно проблемы и настоящего всякое будущее вырастает из настоящего и начну я я думаю что сейчас если читать прессу интернет смотреть телевидение то все замкнулась на украину что такое означает событие на украине вот по оценкам нашим я имею ввиду авторского коллектива который здесь я представляю 16 марта 14 года произошел поворот это поворот не только события в россии это глобальный поворот хотят это понимать и не хотят понимать президенты всех стран руководители цивилизации а вы знаете что россия это не страна а это цивилизации многих народов и многих религий так вот по-настоящему что же сейчас происходит крым вернулся в россию это нормально он всегда был в россии и все разговоры запада о том что россии что-то там отняла от украины это не серьезно они все прекрасно знают и почему-то никто не возмущался когда крым хрущев думает что он дурак просто нет он выполнял очень серьезную задачу передавал крым украине с учетом того что советский союз всегда будет и мы все там вместе будем использовать крым как общесоюзную здравницу но директиве 20 дробь 1 от 18 августа 48 года имею ввиду совета национальной безопасности соединенных штатов она-то открытая она у нас была опубликована двадцатимиллионным тиражом николай николаевичем якорю было еще было секретное приложение операция называлась яблоко раздора по этой операции на первом этапе то есть они планируют на десятилетие надо было передать крым украине они знали и готовили что советский союз должен развалиться а когда он развалится они же прекрасно понимали россии никогда не согласиться с отторжением территории за которые пролили кровь многие поколения русских воинов украинцы тоже были русскими воинами ну вот когда советский союз развалился вы знаете что крым дважды проводил референдум для возвращения в россию но тогда ельцин говорил о том что мы гарантировали границы неприкосновенность но то что уже произошло хотя до многих американцев это было неожиданностью почему я скажу отдельно дело в том что когда пришел ющенко а вернее его привели то тогда уже встал вопрос для руководства нашей страны что украину будут пытаться всеми мерами отторгнуть и именно тогда было принято старое решение о строительстве военно-морской базы в новороссийске почему надо было усыпить бдительность американцев их задача была выдавить военно-морской флот из севастополя они поняли начало строительства военно-морской базы в новороссийске как согласие российского правительства что с крымом все потерян что севастополь рано или поздно севастополя флоту придется уйти и поэтому они были в шоке когда такое произошло на что сейчас на украине после выборов 25 мая задумайтесь впервые совершенно комической ситуации на украине два президента обратите внимание никто об этом нигде не пишет два легитимных президента один в эмиграции хотя какая миграция и там русские там русские один в россии а другой он избран всем народом это огромная разница большинством избран всеми украинцами избран и русскими украинцами а второй фактически не избран он назначен соединенными штатами и вот тут одна из больших исторических загадок картиночку пожалуйста дело в том что как только порошенко был избран его поздравил министр иностранных дел дел следующий следующий министр иностранных дел швеции по имени карл это привет порошенко покрупнее сделать видно так ну там только мусы подрисовали слева на портрете мазепа а справа это порошенко но поскольку он поставлен штатами то порошенко получил привет из полтавы 1709 года битва полтавской было 300 лет назад тогда швеция имела самую мощную армию на западе и задача шведского короля карла 12 было остановить развитие русской цивилизации чем закончилась полтавской битвы все знают и мазепа как предатель бежал бендеры бендеры тогда были турецкой территории там он через год умер отец порошенко тоже из бендер еврейский коммерсант мошенник восемь шестом году и посадили тюрьму с конфискацией имущества и сейчас пётр порошенко имеет там ну будем говорить недвижимость так вот если исходить из понимания истории и понимания матриц то америка вляпалась мягко говоря в матрицу очень гибельную ее ждет судьба швеции это в наилучшем варианте но вариант может быть и наихудший и впереди полтавская битва но не на шестом приоритете я буду пользоваться терминологии не разъясняя с уверенностью надежды что все здесь знакомы с нашим понятийным аппаратом о шести приоритетах обобщенных средств управления оружием то есть теперь битва не только на шестом приоритете но на всех шести приоритетах если американцы сильны на шестом приоритете обобщенных средств управления оружием то она более высоких приоритетов методологических методологическом историческом они молодая страна мало чем понимают так вот все отмечают очень тонкую игру путина вопрос вы видите то что происходит донецке в луганске там теперь идут самые настоящие боевые действия с применением тяжелой техники и зачем это вот есть вещи которые ну происходит почти как сами собой хотя конечно ничего само собой не происходит все все процессы управляемые многие сейчас и нам пишут со всех сторон ну как же почему россия не хочет помочь донецку и луганску почему не вводит армию а вот задумайтесь сами давайте вместе подумаем санкции это ерунда конечно представьте что путин он же заручился поддержка верховного совета вводит армию сразу же они постарались легитим сделать легитимным нового президента американского по просьбе того президента вводятся войска нато и что у нас начало третьей мировой войны который никто не хочет американцам украина не нужно не нужно и европе украина у них своих проблем сейчас выше крыши кто-то из аналитиков сказал когда украина будет готова войти в евросоюз его уже не будет он развалится это верно так вот если судить по событиям и прошлого и этого года запад утратил инициативу вот вы посмотрите он реагирует только на шаги которые делают руководство в лице путина руководство россии и по сути новый виток информационной войны еще не начиная запад уже проиграл я потом постараюсь это доказать а вот чтобы понять дальнейший ход событий как все будет развиваться надо ответить на вопрос зачем путин летал пекин это очень серьезно и очень важно я вижу здесь много присутствующих которые были на моем выступлении 21 декабря прошлого года где я рассказывал о цивилизационном треугольнике восток запад и россия вот этот цивилизационный треугольник все время существует и задача была у путина есть внешне вот этот контракт по газу на 30 лет когда еще он будет а есть то что сейчас очень важно 16 ноября прошлого года мы с группой товарищей были в пекине на международном форуме который назывался социализм мир сегодня мое выступление было последним первых рядах сидел весь запад америка великобритания канада франция германия италия ну можно сказать весь запад был представлен а на последних рядах и дальше сидела азия это китайцы японцы корейцы то есть это был такой большой глобальный представительный форум рабочие языки были английский и китайский мы были небольшой группы ректор аграрного университета известный вам виктор алексеевич ефимов и ваш покорный слуга мое выступление было последним я решил сказать всему миру то что давно надо было сказать россия такая цивилизация как восток и запад у меня есть особая миссия объединить мир в единую цивилизацию об этом я скажу чуть позднее а русский язык поскольку два рабочих языка было там только китайский и английский у меня было два переводчика с русского на русский вернее с русского на английский с русского на китайский всего было 10 минут но за 10 минут удалось сказать очень много из чего запад понял глобализация сейчас идет по библейской концепции это было сказано открыто и нам не нравится не сама глобализация это процесс объективный это процесс концентрации производительных сил общества нам не нравится концепция по которой идет это глобализация и поэтому мы мало сказать но не нравится мы создали в россии альтернативу библейской концепции глобализации и рано или поздно миру придется выбирать по какой концепции дальше вести глобализацию дело в том что всякая культура она вторична от концепции а культура это и наука это и право это вся вне генетически обусловленной информации и отсюда наука концептуально обусловлено и право концептуально обусловлено наверное многие из вас считали статью зоркина в российской газете где он прямо говорил о том что гибнет цивилизация права но он не говорит а какое то право а право то библейское он все правильно определил потому что библейская культура породила и библейское право анализируя события на украине он прямо заявил что то библейское право на котором выстраивалась и международное право заканчивает свое существование но по сути он заявил о том что гибнет библейская цивилизация которая про существовала минимум две тысячи лет а если что-то уходит история не прекращается на смену приходит другая концепция мы назвали ее концепции общественной безопасности и вот ради этого сегодня я понял и собралась аудитория ну что такое концепция я не буду рассказывать как она создавалась реально можно говорить о том что она существует уже четверть века и вот пока меня мои товарищи везли из аэропорта мы переговорили о том что теперь то что было раньше незначимо будет играть огромную роль отношения к религии в основе концепции диалектика что такое диалектика это искусство это не наука ты искусство постановки вернее искусство поиски истины путем постановки наводящих вопросов принципе вы каждый из этим не осознавая пользуйтесь для того чтобы что-то понять вы все-таки задают вопросы либо самому себе либо своим товарищем либо преподавателем и проблема постановки вопросов в том что если вопрос адекватен жизни то в нем уже половина ответа так вот благодаря этому искусству диалектики была создана достаточно общая теория управления это особый понятийный аппарат с помощью которого можно входить легко во все научные отрасли и как вот я лично убедился преподавая ну начав читать этот курс девяносто седьмом году впервые что сам понятийный аппарат достаточно общей теории управления у всех у нас немножко кальдоскопы немножко мозаики и тот кто просто даже читает достаточно общую теорию управления у него на бессознательных уровнях психики происходит упорядочение информации я убедился особенно дальше я уже не следил вот тот первый курс который я читал они быстро перешли на дневной и в общем очень неплохо учились хотя я читал вечерником и заочником и некоторые преподаватели тогда задались вопросом на что тесты неправильные и так диалектика и достаточно общая теория управления а в достаточно общей теории управления стержнем является полная функция управления вы тоже не знаете она распадается на шесть этапов и за первые четыре этапа вот отвечает та самая концептуальная власть мы когда ставили вопрос а кто у нас отвечает за этап выявление нового фактора среды то есть нечто нового что появляется в нашей системе управления в системе управления америке кто отвечает за то чтобы этот новый фактор вошел в систему стереотипов кто отвечает за разработку вектора целей в системе стереотипов в отношении этого нового фактора и кто отвечает за формирование концепции для того чтобы данный фактор фактически стал жизнью нет таких мы решили что вот за это как раз отвечает и концептуальная власть так мы вышли на глобальную концептуальную власть хотя был такой историк плутарх который по совместительству был еще жрецом дельфийского оракула который формула такой вот ты правишь но и тобой правят мы эту формулу развили каждую меру своего понимания работать на себя а меру непонимания на того кто понимает больше ну и а науки наука тоже концептуально обусловлено вот мне тут товарищи пока мы ехали говорили о том что как федоров наука у нас все министерство науки там это надо их всех разгонять они такие сики и подел не в них дело в том что в науке есть некие образовательные стандарты студентам своим которые я читаю курс я задаю вопрос скажите образовательные стандарты в россии во времена монархии после революции после августовского путча во время демократов были разные или одни и те же все в один голос конечно одни разные конечно разные игры но давайте тогда разберемся что понимать под образовательными стандартами фундаменте образовательных стандартов лежат некие предельные обобщающие понятия вы тоже об этом знаете вот для толпы это сделано давно мы даже не понимаем как это было сделано но это явно было еще до эхнатона сделано в египте материя энергия пространство и время где бы вы не спросили у кого вот на эти предельные обобщающие понятия что значит предельно обобщающие понятия вот стул это обобщающие понятия но стульев может быть много разных компьютерные вот кресла там обеденный стул вот стул это обобщающие понятия автомобиля вообще еще понять дерево обобщающие понятия и стал вопрос а если такие обобщающие понятия через которых я могу выразить все любую вещь любой процесс любое явление вот древнеегипетские жрецы предложили толпе материю энергию пространстве время и на основе этих предельно обобщающих понятий более трех тысяч лет развивалась наука вот эта наука на таких предельно обобщающих понятиях на которых если спросишь любого там физика астронома дай определение времени по мне говорят целую кучу всяких глупостей на определение так и не дадут дай определение пространства ну скажут вот надо измерить высоту длину там ширину и прочее ах измерить то есть мера стоит впереди пространство ну и со временем сейчас уже в интернете можно наблюдать как некоторые ученые самостоятельно задумаются что время не объективные категории не является предельно обобщающим понятием а мы дали четко определение времени время это есть мера соотношение частот колебательных процессов взаимоложенных один из которых человек по своему субъективному произволу выбирает в качестве эталонного вот то что мы живем на одной планете земля мы использовали частоту вращения земли вокруг своей оси частоту вращения земли вокруг солнца а дальше все процессы применительно вот к этой частоте ведь вас же не смущает когда говорят есть время физическое астрономическое биологическое историческое пользуются этими терминами бездумно а что это значит а в качестве талона берут биологические процессы физические астрономические исторические биологические прочее поэтому вот поняв что вот эти предельно обобщающие понятия неадекватной жизни это был очень тяжелый труд мы вышли на другие предельно обобщающие понятия и только после того как вышли материя информации мера это было очень непросто мы обнаружили что для себя то вот такие иерофанты пользовались как раз вот этими предельными обобщающим понятия материя информации мира теперь несколько слов о техносфере запад впереди планеты всей почему об этом я и сказал пекине а потому что он создал техносферу никто же не будет отрицать что все эти игрушки созданы западом айпэды айфоны компьютеры интернет и прочее прочее вопрос только в том он кстати должен также звучать как вот когда-то нам задали какой быть науке двадцать первом веке мы изменили постановку вопроса точно в соответствии с диалектикой на более адекватную для чего быть науке в двадцать первом веке и вот один мой товарищ который очень продвинутый во всех этих налогах в этом году в апреле месяце летал в калифорнию в силиконовую долину там есть один главный заказчик всего этого дела он почти мой ровесник зовут его алан кей он очень редко выступают реально именно он создал и компьютеры интернет он родоначальник все эти как мы их называем два степана стив джобс и стив бальфрам и это уже просто вот его последователи а послушать попасть на выступление алан кей редко удается но он попал алан кей неожиданно без объявления прибыл на эту конференцию в силиконовую долину и выдал там многое такого интересного это как раз было перед моей поездкой в нижний новгород я выступал мы уже перевели я попросил перевести наверное выложим выступление лан кей в интернете а есть еще там стив бальфрам который создает систему наподобие как он говорит который может объять все то есть он хочет создать систему которая заместила бы бога но эта система никогда не ответит на вопрос а для чего жизнь появилась на земле если посмотреть в целом на эти айтишные прорывы в силиконовой долине то тоже можно и нужно поставить вопрос а для чего нужны вот эти прорывы мы рассматриваем все это вот какой каком ракурсе бог дал человеку интеллект но кому-то очень хочется создать костыли для интеллекта никто не скажет что пользуясь вот этими игрушками он стал умнее более того запад который подсадили на все и на это утрачивает их же тест на айкью и сами на западе говорят о том что современные западные молодой человек не способен освоить те знания которые он мог освоить в конце девятнадцатого начале двадцатого столетия вот так обстоит дело на западе ну я все-таки хочу да я хочу еще добавить что вот создали техносферу а для чего ну сделать костыли для интеллекта но ведь мы защищаемся техносферой от биосферы разве это не так и если бы мы так предполагаем наука была бы построена на предельном в общающих понятиях материя информации и мера то была бы техносфера но она была бы совсем другой и многие проблемы решались бы совсем иначе ну не может на многие вопросы ответить современная наука что она делает это не научно вот все академия наук теперь играет роль цензора вот это направление научно а вот это не научно но мы считаем что этот подход неверный и мы полагаем что рано или поздно человечеству придется создавать и другую науку потому что действительно есть много вопросов и в области физики и в области астрономии в области фактически всех наук на которые современный наук ответить не может но теперь я вернусь к китаю и так мы все увидели только вершинку вот этого айсберга договор а поставка газа россии китаю но на это потребуется еще многие годы пока он заработает пока будут построены трубопроводы пока начнут там добывать газ но сейчас стоит острый вопрос и китай очень похоже по по нашим оценкам этот вопрос решил какой вопрос с кем и против кого дружить вы вам известна эта формула дело в том что китай как самая могучая держава востока никогда не простит западу опиумных войн у нас мало знают история китая опиумные войны были девятнадцатом столетии проблема была в том что китай когда был самой мощной державой мира его валовый внутренний продукт превосходил валовый внутренний продукт всего запада включая соединенные штаты и даже россии в китае уже тогда было 500 миллионов населения запад рвался получить вход в китайскую империю вот будучи в пекине мы видели что в самом пекине есть еще императорский город великобритания германия франция пытались учредить посольство но китай отказывал всем и только в начале 17 века россии разрешено было открыть посольство во времена царствования алексей михалыч другим нет что сделал запад китае множество провинций которые постоянно били между собой ну такие типа гражданских войн запад вмешался в этом кроме того он подсадил китайцев на опиум вот этот период когда благодаря вмешательства запада а он действует как например 400 500 лет назад так и сейчас вот что ему дело до украины а какой демократии они говорят что делать америки в украине вот так и тогда какое дело им было до китая китай не вел экспрессионистскую политику мне а я общаюсь с китайцами начиная с 93 года общался с ректором шанхайского университета потом с первым старем посольство китайской народной республики в россии в девяносто пятом году потом было много других общений они мне прямо говорят вас русских будут все время пугать китай захватит обязательно сибирь но почему вы не можете задаться простым вопросом тогда когда еще русских не было на просторах китай но мы это уже были и нам ничего не стоило заплатить всю эту сибирь нас было очень много даже тогда вы наверное все читаете что все россия легла под китай есть такой забыл его фамилию недавно выступал он все китайцы придут нарожают вам китайских детей русским женщинам потом нужно будет управлять они пришли у своих управленцев и со временем россии станет китая беседе с ректором шанхайского университета мне еще в 93 году сказал будьте готовы вас будут пугать китаем только знайте мы южный народ одно дело приехать поработать вырастить овощи заработать денег уехать но жить мы в этих широтах не можем нам тяжело и это говорит только о том что в историческом плане те кто говорят либо они безграмотные либо они лгут сознательно мне президент монголии с которыми я встречался в 2005 году и беседовал была продолжительная беседа я спросил его как у вас отношения с китаем ну у китая есть 50-летняя программа в результате которой без всякого вооруженного вмешательства они просто считают монголию своей провинции потому что тут очень много полезных ископаемых но он тоже сказал но на север китайцы никогда не будут двигаться а вот первый секретарь посольства сказал мне сфера наших интересов на юге вся юго-восточная азия это малайзия это вьетнам это берма если мы будем двигаться то только в ту сторону ну по крайней мере вплоть до австралии индонезии вот сфера наших интересов и каждый мне говорил но вас будут обязательно пугать нами ну проблема китая была еще вот в чем долгое время они считали россию частью запада да и мы сами об этом кричали россии часть запада интересно костюм является частью пуговицы потому что если взять всю западную европу то она в пять раз меньше и мы часть вот этой маленькой почему запад нас боится это отдельный вопрос я о нем подробно говорил вот своем выступлении в нижнем новгороде если кто видел не буду повторяться и китай хотя внешне взял марксизм но он вовсе никогда не был марксистки там все руководство придерживаются линии конфуция но вот для толпы марксизм почему даже как у нас потому что марксизм говорит о проблемах справедливости мы долго наблюдали анализировали ситуацию в китае там тоже шла колоссальная борьба кланов и только после того как власти прошлом году пришел клан си си цзи пи стало ясно что китай будет вместе с нами нельзя сказать что боевать хотя теперь можно говорить на всех шести приоритетов будет вместе с нами против запада то есть си по-испански это да на вопрос наш так с кем бы китай ведь очень долго маневрировал когда у них там была своя гражданская война они и подыграли нашему вашим там были наши представители но были американцы и майский китай это тоже еще большая загадка но по крайней мере они не потеряли лица они разрушили мавзолея и когда встал вопрос перестройки они просто высшие с танками на площадь тянем или своих демократов там хорошо причесали но восток это не только китай восток это огромный и исламский регион и хотя египет в африке и внешне там тоже как кстати в иране ислам но только внешне в египте тоже происходят очень большие перемены весь прошлый год мы занимались египтом там к власти тоже приходит клан си президентом вот уже вот-вот объявят результаты голосования египтяне меня поздравили с этим маршал асси си асси си становится президентом они убрали братьев мусульман экстремистку исламскую организацию я несколько раз был в египте девяносто восьмом году я читал даже небольшую лекцию в каирском университете потом те кто слышали эту лекцию прибыли в петербург и пригласили в египет египтяне мне тогда сказали что самое хорошее и правильное время нас было времена гамаль абдель насера когда египет очень дружил с россией и развивался и поднимался ну потом был анвар садат потом был мубарак вообще вся власть в египте у армии авторитет армии там очень силен если бы армия не взяла власть свои руки американцам получилось бы там устроить что-то типа как на украине если не покруче там уже пахло очень большой крови поэтому мы считаем что исламский восток дважды сказал нам да да рано или поздно на земле будет установлена единая цивилизация то есть вот процесс глобализации идет а цель эту процесса какая будет единая цивилизация много культурную и наступил момент в начале 21 века что человечеству не безразлично по какой концепции будет идти этот процесс глобализации ну я думаю что все понимают что техносферу мы об этом много писали удалось потому что библия есть четкая и жесткая социальная доктрина больше нигде нет не давай в рост брату своему иудею а давай в рост иноплеменнику и тогда все народы тебе подчиняться это очень жесткая система и под кнутом ростовщического процента фактически была создана техносфера без взирания что будет с экологией что будет с планеты земля и вот мы имеем либерализм который нам навязываться западом а что такое либерализм он не может дать жизненные альтернативы концепции общественной безопасности потому что нет вопрос ответа на самые главные вопросы этот вопрос был поставлен две с половиной тысячи лет греческим философом диагеном вопрос был поставлен очень оригинально он ходил по синопу шестом веке до новой эры днем с фонарем и когда его спрашивали ты что чудак днем с фонарем то ходишь он отвечал ищу человека вот мы подходим сегодня к теме сегодняшнего главной теме сегодняшнего нашего выступления что это значит это значит что своим современником он отказывал праве быть состоявшимся человеком почему русская цивилизация решает этот проблему это этот вопрос мы дали ответ на этот вопрос а потому что только в русской цивилизации есть идиоба идиома вопрос звучит она так все люди да не все человеки вы чувствуете чтоб подтекти вопрос что это значит все люди да не все человеки и мы этим занимались можно сказать ну не тогда когда писалась мертвая вода а вскоре после написания и мы разобрались и поняли что стратификация по типам строя психики существовала всегда и человеков на земле действительно было очень мало были мы их назвали животные были есть были зомби были демоны а человеке эта редкость и вот на этот вопрос поставленный диагеном две с половиной тысячи лет назад наука запада до сих пор не дала ответа но ни одна религиозная система не дала ответ в коране есть такой заувалированный ответ есть а библии этого нет хотя теперь когда ну по крайней мере у нас в россии все грамотные все учили в школе все знают хотя об этом школе не говорят и не преподает что у всех у нас есть инстинкты у всех у нас есть культурные привычки или стереотипы поведения которые вырабатываются в культуре в которой мы живем всех у нас есть интеллект как им пользоваться отдельный вопрос и поэтому когда психи человека доминирует только одни инстинкты мы имеем дело с животным типом строя психики а знания степени ученые дел 10 это только приданное к типу строя психики потому что если даже академик все свои ресурсы тратят на удовлетворение инстинктивных позывах хотя об этом говорить трудно но тем не менее я встречал академиков которые хорошо пили и не могли начинать какое-то серьезное дело без хорошего стакана коньяку причем этим даже бравировали я имею ввиду академика александрова то есть самое сложное сложнее всего дать ответ на вопрос а что ж такое человек есть очень кратко то это индивид который живет под диктатурой совести совесть это религиозное чувство которое дается нам от рождения все знают о пяти чувствах зрения слуха обоняние осязания вкуса но начинаешь студентам и задавать вопрос про шестое чувство ступор встают тогда задаю вопрос а зачем вам вот эти пять абсолютно индивидуальных приемных рецептора или чувства они нужны для того чтобы вы каждый на земле более семи миллиардов сформировали свой субъективный образ вот объективной реальности вот мы смотрим туда очень хорошее место много зелени и каждый абсолютно уверен что каждый видит это так как он нет есть нюанс если подключить пение птиц запахи у всех есть небольшая разница которая выражается форме мочки уха это приемный рак ушной рак это приемный рецептор звуковой информации форме носа обонятельный радужной оболочки глаза это зрительный осязательный тактильный и вкусовые вот с учетом всех этих абсолютно индивидуальных приемных рецепторов каждый создает не осознавая это свой субъективный образ а зачем 7 миллиардов из 7 субъективных образов а затем чтобы шло развитие а 6 чувство это чувство меры говорят он утратил чувство меры это значит свой созданный им субъективный образ он не может согласовать с объективной реальность он перешагнул черту чувство меры а седьмое чувство а седьмое чувство это религиозное чувство это чувство совести это канал общения с над мирной реальностью и когда говорят но все сейчас вот говорят про этих украинских правителей у них никакой нет ни чувство меры не чувство совести какая какое там чувство совести для них нет ни бога ни черта они не ни во что не верят ну а запад то все таки как-то ответил ведь он тоже живет он там развивается как он то что хочет будущем человек то развивается они тоже видят есть у них идеал будущего какой вы увидели в фильме аватар трансгуманизм вот их мечта почему это так это доказательство того что цивилизация в которой мы живем по крайней мере 10-12 тысяч лет взяла свое начало и рулят не те кто к нам добрались из атлантиды что такое было атлантида это было абсолютно рафинированные толпы элитарное общество наверху там были люди но не совсем люди видимо там была уже освоена генной инженерии они могли органы выращивать уже подошли к этому и они жили на порядке больше если нормальный человек жил три тридцать сорок лет они могли жить пятьсот и тысячи лет поэтому с точки зрения те кто был внизу толпы элитарной пирамид они были боги отражение это мы находим древнегреческих мифов только никак не соединяем это но был один русский писатель мережковский который написал книгу тайна трех и там он показал что между древней грецией атлантида и египтом существует связь атлантида погибла но те кто рулил ею не все конечно большая часть спаслись и оказались они где в египте а как они могут видеть развитие этой цивилизации а точно так как они делали тогда также не делают и сейчас что в конце библии апокалипсис они к этому относятся очень спокойно цикл будет пройден эта цивилизация погибнет но мы спасемся и начнем снова и они готовятся к этому как трансгуманизм поэтому вопрос для чего нужны прорывы айтишников силиконовой долине задавать стиву джобсу который умер или стиву вольфраму бессмысленно они всего лишь инструмент их задача сделать так чтобы сознание можно будет перенести в какой-то железо какой-то там супер компьютер а что касается биологического тела ну вот хорошо показано фильме аватар и то что касалось казалось раньше ну я читал мне раньше мне казалось это фантастикой но сейчас видно что это не фантастика так вот либерализм не может ответить на вопрос что есть человек нормальный вот сейчас внимание он считает что норма это беспредельное разнообразие ограниченное разве что законодательством и правоприменительной практикой направленной защиту этого беспредельного разнообразия вот что такое либерализм но к сожалению к их сожалению есть альтернатива либерализму и впереди очень трудные времена но поскольку вот представьте нет концепции общественной безопасности вот есть все что есть кроме концепции общественной безопасности можете себе представить и куда бы мы катились все да мы не занимаемся мелочами с другой стороны написано 65 книг в каждой из которых фактически и тайная проблема которая затронута мертвой воде экономика философия история образование развернутое мы живем в особое время которого не было все последние тысячи лет дальше заглядывать тяжело в том смысле особое что сейчас все оцифровано все есть в интернете вся наша информация мы вот говорим что интернет вообще создан для распространения концепции общественной безопасности а вот так давайте задуматься а для чего серьезно что есть серьезно в интернете вот по социальным вопросам если посмотреть пользователей ресурсов какой ресурс на первом месте кто может сказать порно ухо порно это давление на самые низменные инстинкты да к сожалению многие воспринимают инстинкт продолжения рода его попытку удовлетворить воспринимают как любовь но к любви это не имеет никакого отношения что такое любовь это отдельные разговор поэтому вот запад решает проблему человека видите знаете теперь уже про окно вертона последовательно легализация однополых браков геев резьбиянок а дальше к трансгуманизму то есть вот все что касается этих пидорасов это только прелюдия к трансгуманизму итак смотрите как сложилась ситуация к началу двадцать первого столетия в жизнь входит третье поколение после смены отношений эталонных частот биологического и социального времени и мы видим что то все меняется мир бурлит запад устраивает бесконечная революция запад может управлять только когда есть хаос когда есть порядок он управление для него это создать хаос как вот они создали хаос на Украине ну действительно вот задумаешься я еще в прошлом году был в Киеве город в апреле уже листва развернулось тепло народ гуляет по улицам в пятницу вот со мной там человек пятнадцать двадцать после я встречался с Медведчуком ходили по Киеву я смотрю и у меня очень тяжелое чувство я им бы сказал что-то вы я их спросил про нациков вот сидит товарищ один передо мной он тоже был вы как-то а что они ой да их не много они не играют никакой роли ну да посмотрим какую роль они вам сыграют и когда я смотрел картинку на телевизоре мне трудно просто совместить то что я видел в апреле прошлого года и сейчас когда меня спрашивали а что будет с Украиной я с горечью отвечал скорее всего она будет поделена как государство Украина не будет да и не было на Украине никогда государственности а то что им дали двадцать три года возможность эту государственность создать ну сказать что они прохлопали ушами это ничего не сказать но проблемы впереди большие я еще раз может повторюсь и скажу что не будет Россию водить войска туда это наше предположение но еще во времена Ющенко когда стало понятно мы бы так вот если бы я был президентом я бы поступил так я бы стал создавать базы на территории Украины а кто отличит украинца от русского это негра американского из частных компаний можно сразу отличить да и все там говорят по-русски только на телевидении мова то что они так упорно не давали русский язык сделать вторым государственным языком это их и погубило я бы после того как Ющенко запад привел к власти опять это не в результате выборов стал бы там создавать базы вот надо подумать что жизнь наших солдат или деньги оружие ну и конечно добровольцы добровольцы всегда есть у нас в России очень многие воевали в Чечне воевали в Афганистане вот сидят они и скучают охранниками в бизнес структурах а ведь это же люди им тошно жизнь то проходит и вдруг вот такое я думаю пойдет вот именно по этому варианту итак запад решает вопрос человечности через трансгуманизм а это значит опять толпа элитарная пирамида без исходности наверху боги долгожители а внизу вся остальная толпа в 2010 году я будучи в Казани беседовал с одним там товарищем который преподает уже более 10 лет в Америке он говорит я не понимаю что такое с американцами я думал меня выгонят через год я языка то толком не знал нет говорят преподавай дальше да я же ничему их не научил а ничему учить не надо как так а за что мне деньги платят понимаете этот вопрос нас тоже долго беспокоил у нас же были нормальные школы но потом мы поняли что все равно вся эта масса которая в школах пойдет в супермаркеты на кассы на грузчиками на бензоколонки и так далее зачем им знать законы физики химии астрономию потом это же для нас в будущем большие сложности и просто правительство Америки поняло что дешевле строить школы а не тюрьмы такая альтернатива либо школы либо тюрьмы иначе вся эта молодежь если ее не посадить за парты она пойдет преступность ну и вот на этом держится их либеральное многообразие так вот отвечая таким образом на вопрос о многообразии фактически запад утратил критерии какие я думаю что и многие наши не могут ответить на вопрос который сейчас поставлю как отличить развитие от деградации вот задумайтесь человек вот развивается или уже деградирует процесс который там социальные развивается или деградирует запад точно утратил эти критерии и поскольку таким образом он открывает ворота деградационным процессом а когда кто-то принимает усилия для того чтобы остановить деградацию их обвиняют фашизмом я все время обращаюсь к украине как наглядному примеру что в украине происходит я вчера поскольку у меня рано самолет в 6 утра то есть надо встать было где-то там в 4 утра но я там телевизор не смотрю тут включил и попал на очередной ток-шоу володя соловьев который соловьем там заливается а его друг там сатановский он просто отвечает а чё вы собственно взмущаетесь вы почитаете украинские газеты вы посмотрите на их средства массовой информации вы их обзываете фашистом они вас обзывают фашистами путин это гитлер и в россии правит фашизм на то что это сатановский горит я не дослушал его там чем у них дискуссия закончилась в общем ну фашизм с фашизмом воюет и все а чё тут видите как все просто вот к чему привела либеральная идея сатановского он же не может отличить где деградация а где развитие и все кто там сидят сейчас они-то понимают что порошенко понимает если бы он отказался например стать президентом нашли бы другого а его скорее всего бы ликвидировали но понимает ли америка вот ту картинку которую я вам показал я говорю никто не обратил внимание на это а это матрица и матрица очень серьезно и по сути обама обама он тоже не понимает где деградация где развитие вы наверно кто-то из вас считали я читал его выступление вестпоинтин он там много чего наговорил всякой ерунды но меня затронула одна вещь я бы не хотел трогать нравственные вопросы вот вам и ответ потому что без понятия нравственности нет человека у меня товарищи многие спрашивали а все-таки как стать человеком ну я повторюсь вначале с определением что такой человек это тот который понимает осознает по крайней мере что он явился в этот мир не только для того чтобы переработать определенное количество пищи вместе с этой пищей уйти в навоз что у человека есть какая-то миссия на земле он пытается понять как выполнить вот эту частичку миссии это первое второе человек это тот который не в бога верит весь весь конфликт в одной букве вера в бога или веры богу а богу верит путь промысла его многим неведом потому что вера есть в него но веры нет ему ведь мы очень хотели ну что ладно церковь выстроила за тысячу лет у нас здесь мощную структуру вот хорошо бы эту информацию о боге взяла церковь и стала бы нести потому что мы считаем то церковь в котором она виде есть это атеизм только названием им дали идеалистический атеизм он более опасен чем материалистический атеизм потому что он очень многолик но неужели нельзя задаться вопросом еще раз обращаясь диалектики ведь иисус не говорил о том что должны христиане его последователи разделиться на католиков и православных а потом еще там православные разделились на 50 и католики на сотню он же не говорил об этом нигде иисус не говорил что он бог но почему они его прогласили богом почему поделили на католиков и православных да потому же почему ислам поделился нет в коране деление на шиитов и суннитов нет кстати вот я общаюсь там с ираном с египтом когда это говоришь в общем они это спокойно воспринимают да нет то есть вот это вот линия разделите властвовать и коран превратился в обряда вере вот сейчас читая потому что происходит в донецке я вижу что одна одна только из причин почему нельзя вводить туда войска кто там боюет когда стали обсуждать конституцию записать в конституции что православие главная религия это что создать конфликт с исламом а церковь без монархии не может быть и многие там на украине говорят вот то что здесь происходит пойдет в россию пойдет вопрос как сбросили одного олигарха поставили другого олигарха одному олигарху нельзя было стрелять народ запад его предупреждал и угрожал гагой другому олигарха оказывается можно вот все что сейчас происходит почему я сказал что событие на украине и отправной точкой был крым потому что они после крыма как с цепи сорвались это поворот ведь запад ну лгал всегда вот так как теперь он лжет это стало всем очевидно я вот предсказываю что европа не примет украину не нужна украина европе сейчас своих куча проблем там на носу кризис и заявление америки а там заявление такое ребята мы полвека вас защищали от этого агрессивного советского союза помогите нам у нас внешний долг правда просто кому внешний долг 17 триллионов долларов у вас россии торговый баланс 50 миллиардов ну эту россию пусть она там сама разбирается давайте сделаем единый общий рынок запад атлантический рынок америка и тогда эти 500 миллиардов к нам а мы как-то с долгами в америке 300 миллионов населения в евросоюзе 600 и обама не понимает вот чего конец двадцатого века была битва на западе бизнес власть в государственной властью и бизнес власть там государственность победила поэтому бизнес говорит как мы 20 лет выстраивали отношения с россией и теперь все поломать мы а газ когда америка нам может поставлять этот газ да и сможет ли это еще большой вопрос это сланцевый газ это очень такая вещь в себе вот китайцы из эстонии украли технологию исландцы делать газ попытались у себя не получается почему а есть некая тайна сланцев их очень много разновидностей каждый в разных районах земли есть разные сланцы и там есть небольшой секрет так вот я закончил на том что кто такой человек но вроде не до конца сказал дело в том что прежде всего это будет связано с отношением к богу вот признаешь что бог есть как некой над мирной реальность или нет ну большинство если взять людей они это и есть даже те кто говорят что верит бога я говорю одна буква в но все меняет а как установить связь с этой над мирной реальностью сейчас я затрону одну проблему как верили даже не проблема фактор которые раньше мы не затрагивали он будет у нас разбит и последнем четвертом томе основ социологии он касается вот чего членораздельной речи для чего нам дана речь ну как чтобы донести мысли друг до друга а вы ведь каждый встречались с такими случаями когда вы о ком-то подумали а он вдруг вам звонит вот у меня полно таких случаев я только подумал ох надо бы набрать этого он звонит причем звонит с другого конца земного шара что это такое ну есть такие термины телепатия и ясновидение ну это считается наука это не воспринимается как не воспринимается это что вокруг каждого из нас мы все находимся неком поле ну трудно наука отказывает том что это поле есть но даже температура тела она ведь создает поле мертвый человек одно поле живой другой но мы называем это биополями вот я вам задам такой вопрос вот я сейчас что-то говорю да здесь сидят единомышленники которые знакомы с концепцией собрали для того чтобы лучше понять как двигать эту концепцию в обществе я говорю о мое поле она как-то работает она реагирует я путем языка произвожу звуковые колебания а поле мое участвует в этом участвует вот я часто говорю глаза зеркало души человек умеет лгать глазами языком но не умеет лгать глазами однажды один ко мне пришел сказал да запросто ну попробуй он опустил глаза и больше ни слова не говорил так вот мы все вообще телепатией ясновидим занимаемся когда-нибудь человечество это освоит вот этот фактор это особый фактор мне тут мои товарищи пока ехали в машине говорили вы должны дать методику как стать человеком я сижу улыбаюсь нам много говорят методику хорошее дело но человеки то все разные для одного я ведь буду давать методику из собственного опыта как я к этому пришел а у каждого есть свой опыт и вот возвращаясь к этому фактору каждый из вас если внимателен к языку жизненных обстоятельств а это одно тоже из условий общения с над мирной реальностью человек должен уметь читать язык жизненных обстоятельств это язык бога ну для меня вот больше это некая над мирная реальность ну дали слово название бог ладно бог он с каждым из нас говорит на языке наших жизненных обстоятельств вас же не смущает что у каждого здесь сидящего свой язык жизненных обстоятельств только часто ли вы к нему обращаетесь я вот обращаюсь очень часто и это очень помогает по жизни и вот когда ты обращаешься к языку своих жизненных обстоятельств ты вдруг замечаешь ты о чем-то подумал а про что-то сказал в определенной лексике потом смотришь через какое-то время ты выразил свои желание в лексике или даже не выразил в словах в лексике а только подумал и потом ты замечаешь то же о чем ты подумал сбывается то есть у тебя не просто это думал какие-то цели какое-то желание они сбываются вот уловить вот это настроение когда ты о чем-то думал а потом ты пребывал ведь в определенном настроении тебе надо поймать это рекомендации зафиксировать это вспомнить это бывает вот у меня это было ну когда мне было 16 лет я о чем-то подумал а через 14 лет то о чем я подумал а я подумал о том как я хотел бы жить вот в этом месте потом много всяких наслоений было я был в ленинграде на каникулах в своровском училище и через 14 лет вдруг я вижу а я живу я все это забыл а я живу там я хотел жить этот парк это него и я сразу вспомнил то настроение в котором я пребывал тогда вот эта рекомендация поймайте когда вы о чем-то думали это у вас сбылось вспомните это настроение и воспроизведите его в себе это такое очень специфическое настроение то есть ваше желание воплотилось жизнь вот это воздействие может носить такой разносторонний характер ну не 1 не произвольные пришла мысль высказанным некоторым внутренним аналоги и к ней выработано было некое нравственное обусловленное отношение хорошо плохо безразлично желательно реализации или нежелательно то есть я пребывал лично вот таком настроении и мне для меня было желательно реализации вот а потом через какое-то время я наблюдаю что эта мысль воплотила жизнь но бывает так что интуиция предупредила заблаговременно о предстоящем течение события которое оценивается как неприемлемое ведь бывает у вас такое вы чувствуете что что-то накатывает на вас интуиция вам подсказывает и должны четко сказать нет этому не быть то есть выработать отношение к этому потому что через чувство мира вам открывается многовариантность возможного развития событий и какой вариант воплотиться в жизнь от вас зависит но всегда надо помнить что над мирная реальность не безучастна к этому ну это вот все будет очень подробно изложено в четвертом томе основ социологии которые все ждут да мы сами ждем это очень непростая работа когда открывается нечто о чем ты даже не подозревал ну я хочу завершить свое выступление вот чем принципе о будущем россии есть очень много предсказаний готовились к этому выступлению я их изучил и все они все эти предсказания говорят о том что до будут трудности но россию именно как цивилизация выйдет вперед и укажет путь всему миру мы же не из пальца это высосали английский поэт говорил восток есть восток запад есть запад им никогда не сойтись это не так вот понимаете такие формула не очень опасными а поэты они и провидцы часто бывает он как провидец это сделал но вот была такая ванга люди относятся к ней по-разному я прочитал всю жизнь жизнь тяжелейший была просто как человек все это вынес не буду пересказывать много к ней ездили из россии вспоминает валентин сидоров новый человек а сейчас стоит вопрос о новом человеке под знаком нового учения явится из россии эта банка предсказывала конце 70-х годов как орел воспарит россии над землею и осенит всю землю своими крыльями все даже америка признают ее духовное превосходство но произойдет это через 60 лет но если конец 70-х 45 лет уже прошло насколько я помню вспоминает сидоров трижды мы возвращались к этой теме трижды она называла один и тот же срок 60 лет а до этого произойдет сближение трех стран китай индия и россии соберу свои силы в один кулак вот почему я вам сегодня так много времени беседе с вами уделил китаю китай определился и вот что мы видим подтверждение этого 29 мая в астане россия и казахстан и белоруссия подписали соглашение о евразийском экономическом союзе как центре притяжения всех других стран вот представьте если бы это произошло в москве к россии отношения такой опять она всех хочет а тут астана казахстан россии присоединяется белоруссия присоединится это место таможенного союза и китай и индия дело еще в том что запад сумел столкнуть индию с китаем и у них яблоко раздоры не только территориальные правда вот я обратил внимание когда я на конференции шосс 2006 году выступал индийцы китайцы подошли поговорить то есть концепции их как-то объединяет в индии я был двухтысячном году идти в китае 2013 задача русского народа заключается в создании связи между востоком и западом а также в установлении более тесной связи между миром духовного устремления и миром желания то есть инстинктов переводе на наш язык и в успешном разрешении следующих противоположности фанатизма который поражает порождает жестокость и понимание которое возникает из чувства любви хотел я я более подробно вот нижнем новом виде говорил что уж такое любовь но это примерно также вот как объяснить как стать человек если человек не испытал вот того чувства который я попытался передать в лексике как передать если человек никогда не испытал чувство любви как ему рассказать об этом мы читаем массу романов где вроде бы пишется любви но мы из-за романов ничего о любви не поймем поэтому раз уж я затрону я тоже здесь зачитаю потому что только в россии есть народная мудрость обязанность без любви делает человека раздражительным ответственность без любви делает человек безцеремон Справедливость без любви делает человека жестоким, правда без любви делает человека критиканом, воспитание без любви делает человека двуликим, ум без любви делает человека хитрым, приветливость без любви делает человека лицемерным. Компетентность без любви делает человека неуступчивым, власть без любви делает человека насильником, опять возвращаясь к власти на Украине. Богатство без любви делает человека жадным, вера без любви делает человека фанатиком. Есть только одна великая и преображающая сила – любовь. Вот, еще раз, кто не пережил этого чувства, кто не пребывал в любви, тому трудно объяснить. Но это вот так вот опосредованно можно, только это не мы сочинили, это мы все собрали, что есть в интернете. Вот, продолжая о будущем, за закрытыми границами этой таинственной прекрасной страны продолжается великий духовный конфликт. И необыкновенный мистический дух и правильная религиозная ориентация, вот суммирайте все, что я вам сегодня говорил, правильная религиозная ориентация народа является твердой гарантией возникновения, и, в конце концов, истины живой религии и культуры. Кто это сказал? Американка. Алиса Бейли. Россия, а дальше Ванга. Россия является родиной зарождающегося откровения, великой духовной ценности общего, общечеловеческого значения. Россия вызвала брожение в других странах, прежде чем сама поняла правильно, что собой представляет это откровение, хранительницей которого она является. Несмотря на это, все народы смотрят на Россию с ожиданием. Вот просто скажу, куда бы я ни приехал, в какую бы страну, а я, кроме Америки, объездил почти все страны, везде в народе ожидания. Все от России ждут чего-то. Ибо смутно чувствуют, что от нее придет что-то новое, ведь Россия быстро растет и консолидируется, и вскоре покажет, что может дать миру многое. Какое откровение даст миру Россия? Ключевое слово его – братство. Задачей, стоящей перед Россией, превыше всего, является дать другим нациям мира такой пример мудрого управления, свободного явления индивидуального устремления и применения здравого смысла и образования, которые другие нации будут охотно принимать. Они будут следовать примеру России, представлять миру новое сознание. Благодаря ее действиям в Горниле много сотлетнего опыта и эксперимента постепенно возникнет новое всепланетное мировоззрение. И мы в концепции общественной безопасности не стесняемся говорить, мы претендуем действительно на новое всепланетное мировоззрение. Эта великая нация, являющаяся синтезом Востока и Запада, должна научиться управлению без жестокости, без подавления свободной воли. России предстоит великой задачей выявления духовности в жизни, иначе говоря, выявления всего доброго, светлого и прекрасного. Выявление правопорядка, прекрасной постановки образования и воспитания, выявления человечности в отношении между людьми или истинного братства. Россия будущего выявит все добрые черты духовности, и тогда мир, без всякого навязывания с ее стороны, будет учиться на ее примере. Ну, сказано было 45 лет назад. Я никогда раньше не читал, и вообще так относился к Ванге. Ну, предсказателей много, но я вижу, что эта женщина действительно что-то провидела. Хотя аналитики анализировали, сказали, что 60% ее предсказаний сбывается. Ну, я думаю, все равно будут вопросы, сейчас мы перейдем к вопросам, остальное в вопросах я постараюсь рассказать. Но все-таки вот главное я хочу сказать, какой-то сертификации в типах строя психики нами не предусматривается. Мы считаем, что всегда это было, мы никого по типам строя психики не делили. Каждый человек сам для себя будет решать, кто он животное, зомби, демон или человек. Или вставший на путь человечности. Но выработать какую-то вот универсальную методику, работы по которой делай раз, делай два, делай три. И вот, что там упало. И вот вам свидетельство, вы отныне человек. Может кто-то и сделает, но мы точно делать не будем. На этом я хочу закончить. Мы и так почти два часа беседуем. Теперь, пожалуйста, вопрос. Это Сергей Переход из Киева. Мой хороший знакомый, к которому я приезжал в апреле прошлого года. Владимир Михайлович, такой вопрос. Ну, первое. Как вы думаете по поводу долгосрочного распространения национализма? Ну, я все-таки думаю, что для того, чтобы он укрепился в Украине, а он идет сейчас с большим ходом, нужно, ну, как минимум, несколько поколений, да? И мы все это понимаем. Но и уже достаточно много времени прошло. То есть, действительно, это, которые писали в анаптической записке, что и весь гимн, и вся история построена на вычленении тех элементов, которые были в противостоянии с Россией, с тех элементов, которые поднимались именно воины УПА, казаки. Вот картинку покажи, где казаки послу меч вручают. То есть, проводится целенаправленная политика возрождения национализма украинского. То есть, оно заложено везде. По вашему мнению, насколько оно будет устойчиво, да? Я понимаю, что на слалке истории они останутся в конечном итоге это 100%, потому что глобальная цивилизация идет к формированию новой культуры, да, единой. И национализм, он туда не впишется. Но все-таки в тактическом периоде, насколько оно устойчиво будет. И второе, по моему мнению, все-таки вот эта встряска, так само, когда и был там 17-й год, и 91-й год, и сейчас вот эта встряска на Донбассе все-таки не в общем, но все в Украине. Будет способствовать тому, чтобы люди просыпались и становились человеками. Как вы делаете? Вот, Сергей, ты по сути сам ответил на вопрос, как долго будет национализм. Все будет зависеть от того, насколько люди проснутся и осознают себя. Либо они, действительно, у многих сейчас впечатление такое, что на Украине очень много, ну в Киеве, по крайней мере, очень много зомби. То ли там их наркотой, все весят правой сектой. Выборы показали очень много. А? Выборы показали, что очень много. Да, ну, во-первых, выборы, по-моему, ничего не показали, потому что вот наш общий знакомый Дима, сровно, прислал мне фотографии, бюллетени вот такими пачками лежат, то есть кто-то взял и положил, хоть бы разбросал. То есть никаких выборов, на мой взгляд, там не было. Владимир Михайлович, я был на избранном участке и общался с другими людьми очень много. Ну, ладно, это частное. Я вам так скажу, что действительно за Порошенко проголосовало 80 или 90% людей. То есть зомби существует на самом деле. В тех 10%? Явка была тоже очень большая. В Киеве, по крайней мере, 70% проголосовало точно. Ну, что я могу сказать. На это. Не проснулись. Не поняли ничего. Крови еще мало. Вот когда кровь польется большая, причем не в Донбассе, а в Киеве, вот тогда проснуться. Мое мнение такое. А национализм не будет. Сейчас вот возбудились все же, и у нас в России националисты. Мне даже те, которые раньше, ну, как сторонились нас, присылают бесконечно одно и то же. Вот нам бы тоже Майдан устроить на Красной площади. Вот Майдан на Дворцовой площади устроить. Спрашиваешь, зачем? Они, ну, как? Россия многонациональная цивилизация. Украина хочет быть в этой цивилизации? Есть там, нет там представления о том, что Россия многонациональная и многоконфессиональная цивилизация. И залезть в свою узкую нору, что ли, я скажу больше только, что на мой взгляд, в спину Китаю, Киеву ударит Западная Украина. Вот не поверите, но я прислушиваюсь к своей интуиции. Почему? А потому что после 1939 года там пожили в советском государстве. И они могут сравнить, что хорошо и что плохо. Ну, а вот это вот что это такое? Это проявление национализма? Когда генерал вручает какому-то для меня все послы Соединенных Штатов, вручает меч, стоя на коленях. И что это такое? Это национализм? Это Америка. Вот, Сергей, это никакой национализма. В Киеве не могут осознать и понять, что они всего лишь игрушка в американских руках, чтобы как можно больнее ударить Россию. Больше ничего нет. Должи веру, понимание работают во себя. Они хотят извлечь хохлы из этого. Как Путин сказал, два хохла, один еврей. Два еврея, один хохол. Так. Вот, давайте там. Еще предведи. Сейчас, сейчас, не прошу. Да, мы в курсе того, что на Парнасе ставят памятник. Но какой памятник? Он был изготовлен для установки в Эстонии. Но эстонское правительство категорически против. Я не знаю, на Украине уже сбрасывали памятник у Пушкина или стоят? Еще стоят? Ну, может дойти до того, что будут сбрасывать. Мы считаем, что Греция, ну, она по сути является, откуда после Египта пошла, хотя Крит был колонией Египта, и все греки учились в Египте. И фактически, хочет того Запад или нет, но через Грецию Пушкин, пророк российский, там принят. Вот Парнас – это такое место олимпийцев. Если там будет памятник Пушкину установлен, а я где-то в прошлом году читал о том, что во всех странах хотят установить память Пушкина. И устанавливают. И в Африке, и вообще во всех странах. То есть это общепризнанный авторитет. Так, еще вопрос. Какие-то откатки, продажи, переработки. Можете пояснить это вопрос? По поводу чего? По поводу. Нефти, вот Гембрандиский Союз подписывают. И вроде как основная проблема в том, что по нефти не могут никак договориться. То есть у данного Мукашенко у нас сказал, что все откатки убрать, которые мы просто продажем. Может, что вы с этим можете пояснить? Что проблема там состоит? Проблема-то ведь не нефти, а проблема энергетики. Это проблема вообще всего мира. Китаю не хватает энергии, он хочет газ закупать. Промышленность Европы тоже хочет энергии. А Россия пока, к сожалению, главный поставщик энергоресурсов. И, конечно, Казахстан имеет для населения, которое там есть, энерговооруженность. Энерговооруженность там вполне достаточная. Не по электроэнергии, правда. Но главное ведь, вот есть такая таблица, ее отслеживает все время центральное разведное управление, и в интернете ее можно найти. Это количество электроэнергии в каждой стране. Вот на это надо смотреть. И энерговооруженности. Всего на Земле 22 триллиона примерно киловатт-часов электроэнергии вырабатывается. Пять стран, Соединенные Штаты, Китай, Евросоюз, Япония и Россия, две трети энергии. И молодой человек задал про нефть, а главное, это вопрос не этого. Стоит вопрос евроэсэ этого, другом, валюта. Пора заканчивать с доминированием доллара. Мы в Пекин привезли наше видение нового и понимание новой кредитно-финансовой системы. Те, кто в интернет заглядывает, я выступал в Европарламенте, по-моему, 12 сентября 2010 года. Мое выступление полностью было опубликовано в «Новой Европе» газете. И для вас вот всех, чтобы понять, когда рухнет доллар, есть некий знак. Итак, до тех пор, пока в прессе мировой нашей, в России, не будет обсуждаться проблема ин-варианта. Ин-вариант – это продукт, на который я могу обменять любой другой продукт. Реальных подвижек, то есть в сносе доллара, как единый кредитно-финансовый систем, не будет. Я это понял, когда выступал в Европарламенте и увидел молчаливую реакцию всех парламентариев и наших ученых. Хотя английский писатель-фантаст предсказал, что к 2016 году, осталось два года, все валюты будут опразднены и будет одна единая глобальная валюта – киловатт-час электроэнергии. Потому что то положение, которое сейчас существует в мире с экономикой, с финансами – это примерно хаос и война, как в Украине. Потому что Америка изымает у всех, вы посмотрите, не буду здесь говорить об этой статье, просто изымает у всех, дает бумагу, а изымает непосредственные продукты труда. Так, еще вопрос. Вот, давайте. Владимир Михайлович, вопрос по теории лопротической. Теория субботитетов, как вы видите, насколько она освоена в молодежной среде, и какие здесь трудности и тонкие тени у вас, как существуют, или как беды, к силам? Хороший вопрос. Я сам только однажды в 1997 году, когда прочитал полный курс, если взять достаточно общую теорию управления, то примерно она делится пополам. Первая половина – это понятийный аппарат, а потом теория суперсистем. Я студентам, когда заканчиваю читать курс, говорю, что вы только прошли подготовку к тому, чтобы войти и понять теорию суперсистем. Но читать я вам ее не буду. Потому что я понял, что теория суперсистем – это такой мощный инструмент для творчества. Тот, кто ее освоит, но освоить ее невозможно без освоения понятийного аппарата достаточно общей теории управления. Поэтому моя рекомендация всем. Там я видел, некоторые товарищи читают теорию суперсистем. Я к этому подхожу так. Вот как лошадь можно подвести к водопою, но заставить пить ее нельзя. Даже если бить ее там и так далее. Но это мое субъективное мнение. Многие, даже мои товарищи, может быть, с этим не согласятся. Когда я читаю курс «Достаточно общей теории управления», я говорю, я вас подвел к водопою. Будете вы пить дальше или нет, это зависит от вас. А вот пить – это и освоит теорию суперсистем. Вот молодой человек, который задал мне вопрос. Вы сами освоили теорию суперсистем? Я здесь, я здесь. Освоим. Да? Освоим. Лучше не прописи, его. Могу сказать, без этого это так. Правильно. Потому что освоить понятийный аппарат, если вы хотите в какой-то отрасли действительно быть очень эффективным управленцем, вы освоите еще и теорию суперсистем. Так, слушаю. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Андрей Буран, Москва. Все мы видим, и что мы здесь все собрались, для того, чтобы понять, как реализовывать механизм, вообще саму концепцию, нашу жизнь. Сталин в свое время, еще в начале 20 века, знает, что он и банки грабил, и выпивал, и курил. И это было приемлемо на том уровне развития общества. Сейчас я, как выходец из студенческой среды, из среды молодых специалистов, вижу, что человеку с семьей, а если говорить о детях, то вообще очень сложно сводить концы из конца. И вопрос такой специфический. Имеем ли мы моральное право на данном этапе развития общества, и больше всех стоит, изымать награблено, и просто реально с болью смотреть, как на шестых, даже на пятых, на четверых приоритетах. Очень многие погибают сейчас, там друзья от кредитов тоже, да, серьезно страдают. И там такое ли тоже. Имеем ли мы моральное право, изымая это награблено, преображать наше общество, вкладывая эти ресурсы в нанесение первых приоритетов, в школах преподавания, другие есть проекты, которые могут быть реализованы. Вот такой вопрос. С любовью, конечно, с любовью, понимая, что у них определенная есть нарастность у этой элиты, да, мы с любовью к ним подойдем, так их воспитаем, и если спрашивать, а правда вы их лицейны? Ответ, есть такое, право-то он имеет, да кто ж ему даст. То есть не имеем. Ну, а вторая половина, да кто ж ему даст. То есть мало иметь права. Конечно, все деньги народные, вопрос только в их распределении. Если посмотреть на нашу кредитно-финансовую систему, нигде уже в мире нет такого, таких учетных ставок по кредиту. Там 17-20 процентов. Это, конечно, грабеж. Банковская система грабит. И тем не менее, я поражаюсь, что очень многие берут кредиты, перекредитовываются, там влезают долги под это. Но вопрос в другом. С какого, с каких позиций все это делать? То есть вот сейчас Украина опять показывает, вот она с олигархами вроде разошлась. Там все банкиры тоже, эти же ребята. Ну как, удастся их ограбить даже с учетом того, что морального права. Изъять активы. Вот смотрим, Крым пришел в Россию. Там же очень много богатств. Куда попадут эти богатства? Говорят, национализация правительством Крыма. Но реально, кто на этом наварит, как говорят. И что, жители Крыма сделали невероятный шаг. Они захотели вернуться в Россию. Они думали о лучшей жизни. Будет ли там жизнь лучше? Это еще вопрос. Хотя просто сопоставляя с уровнем жизни в России, и на это уповает наше руководство, везде, во всех республиках, и в Белоруссии, и в Казахстане, и везде уровень жизни в России выше. Но если мы возьмем уровень жизни Германии, Франции, все же ведь все познаются в сравнении. И вопрос не в моральном даже праве. я понимаю ещё просто можем ли мы их грабить? Ну, да. Владимир Михайлович, согласно Конституции народ осуществляет свою власть статья 3 Конституция непосредственно, запятой, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления согласно нашей Конституции действующей. То есть народ имеет право осуществлять свою власть непосредственно. Вот как может власть осуществлять народ непосредственно согласно нашей Конституции. Никак пока. Никак. Не все, что записано в Конституции, реализуется. Это еще все впереди. То есть, в принципе, вот мы считаем, у нас же есть работа про конституционное право. Мы даже отложили работу над четвертым томом социологии. Есть отдельная работа «Русское правоведение», прочитайте. Там все подробнейшим образом, детально расписано. И мы видим, что говорить. Вот пример. Объявить мертвой водой экстремистской. Суды, ни разу не заглянув туда, судья, только потому, что прокурор представил, что это. Это Конституция так? Я могу под любую статью под Конституцией, как говорил, дайте мне человека, статью я найду. То есть, пока многие в Медведеве, что говорил, у нас правовой нигилизм. А почему он? Да потому, что большинство людей, конечно, да, еле концы с концами сводят. в Москву приедешь, где у нас Питер, от автомобилей не потолкнуться. Плохо живем. Если вечером в пятницу такие потоки идут, и здесь, и там, и обратно воскресенье. А как смотрят? Вот я был в Киеве. Все рестораны, все кафе забиты. в Москве. Посмотрите. Все рестораны, все кафе вечерами забиты. Люди плохо живут? Вы правильно поставили вопрос. Молодой семье, если жить в рамках закона, никаких семейных проблем не решить. Ни жилья не купить, ни учебу, ни толком одеться. А дети вообще? И отсюда вот дают это вам на детей. Такую сумму. Я был в Малайзии. Там выпускник после института сразу получает кредит. Получает квартиру, причем, я думал, это для кого? Нет, это для простых людей. Кредит, на который он приобретает мебель, автомобиль, потому что там дороги ездят. И кредит с рождением первого ребенка, там один процент, второго еще больше, и так до 50 процента кредит снимается. Почему мы так не можем? То есть в Малайзии социализма больше, чем у нас. Я увидел, там настоящий социализм. Хотя, конечно, есть и бедные. вопрос, вопрос, что вот эта матрица, матрица, она вот действует, и все кто читал эту Библию на Западе, они себя чувствуют рабовладельцами и имеют право сжигать всех живущих на Востоке в своих концрах инквизиции. Вот на базе Иосифа Флавия и Библии. Ну и Коран, Коран тоже в смысле там про это дело не пишется. Но вот эта матрица Иудейской войны, в которой были с помощью наемников Рима уничтожен храм Соломона и они объявили Рим врагом номер один, а потом прошло время они Константинополь объявили Римом номер два, а сейчас они объявили Россию Римом номер три и вот они, мне кажется, исходя из этой матрицы хотят нас уничтожить. Вот вы как считаете? Мало ли Вот всегда надо подходить к этому вопросу с пониманием шести приоритетов обобщенных средств управления. Вот если говорить об алгоритмике событий, которые сейчас идут, да, они вписываются в библейскую матрицу. Там все очень примитивно. Взял страну, хаос там столкнул лбами, несколько группировок полилась кровь, а потом ты снял урожай. Ну, Америка думает, что надо сидеться там за океаном. Как она действовала? В Ливии, в Ираке, в Сирии. Но вы обратите внимание, кстати, Ванга еще в 70-х годах тоже говорил, еще Сирия, то есть она почему-то считала Сирию каким-то ключевым моментом, что еще Сирия себя не проявила. Непал, Сирия еще Непал. Да, ну, Сирия уже и не падет. Вот прописано все у них было, но не пошло по их. Я вот я считаю, что поворот совершился, мы будем наращивать давление информационное на запад, и огромную роль конечно играет интернет. Огромная роль. Ведь раньше как было? Почему Запад проиграл уже? Я сказал, я могу показать. Телевидение это страшная сила. Мир не таков, какой он есть в реальности для обывателя, а такой, каким покажут на картинке телевидения. Нам долго было непонятно, почему Америка и Запад утратили. Ведь интернет это альтернатива телевидению. Потом после анализа стало понятно бизнес, конкуренция, скорость обмена информацией. Интернет нужен был для того, чтобы конкуренция усилилась, потому что у кого информация проходит быстрее, тот получает и большую прибыль. И к этому времени подоспели мы. Нас нет ни в газетах, ни в журналах, пока ни на телевидении, а в реальности в жизни мы уже есть. И не только в России. Вот я могу сказать, что нами создана система оповещения во всех странах мира. Ни копейки, ни центы не потратили. То есть, если мы хотим понять, какое событие произошло реально, быстро по электронке вопрос присылают либо скан газеты, либо свое видение. И информация распространяется, книги отправляются вот у нас примерно в 100 стран через интернет. А это оружие покруче. Потому что Америка завоевала мир через Голливуд. Даже те, кто ну все, кто жил в Советском Союзе, все равно смотрели голливудские фильмы. И было такое, а как же там-то люди живут? Это было одним из фактором развала. Вот теперь, когда посмотрели, поездили, не все, нам очень многие поездили, вот я поездил, что я увидел? Во-первых, земля круглая, в этом я убедился. Во-вторых, она однообразно круглая. То есть где-то есть, везде есть богатые, есть бедные, везде. И как ни странно, вот во Вьетнаме очень бедная страна, почти самый низкий уровень энерговооруженности, но там самые счастливые люди. То есть не в деньгах счастья, как у нас говорят. И мы будем работать со всеми теперь странами благодаря интернету. вот нам нам нужно всем вам, кто работает в этом, обязательно создавать свою сеть, больше пользоваться интернетом, наращивать там друзей, распространять эту информацию, ну, не насильно, ни в коем случае, а вот подошел момент, есть интерес, дайте информацию. Так победим. Да, а то получается покороче вопросы. Владимир Михайлович, у меня вопрос из области достаточно общей управления, я управление большим предприятием, у меня такое ощущение, что я не до конца понимаю здоровье с полностью управления выручка стереотипов отношения к выявленному факту на будущее. Вот не могли бы вы примести пример и может быть поправить меня. Я понимаю, как некую статистику ключевых показателей бизнеса. выявляю фактор производительность труда какой-то и динамики я отслеживаю эти показатели по времени. Это правильно, я понимаю второй фактор. сейчас хорошо поясню. Понятие вот что такое новый фактор новый фактор это это не это вот у вас есть у каждого есть определенные суммы знания это и вдруг вы сталкиваетесь с каким-то фактором о котором вы никогда не сталкивались вот это есть новый фактор выработка стереотипа на будущее потому что у вас есть своя система стереотипов мы наше сознание едет на бессознательном как на автопилоте и если мы последим за собой вы у себя на работе вы включаете сознание очень редко много идет на бессознательных уровня особенно повседневной жизни надо выявить свои стереотипы вот эти автоматизмы и внести этот новый фактор вот в эту систему стереотипов то есть это примерно то что вы говорили про настроение которое вы поймали да да и это тоже спасибо Владимир Владимирович у нас было домашнее задание ознакомиться с проектом основы государственной политики мы видим нас отнести с тем что тезис вы часто упоминаете в последнее время то что вторичная концепция ну видимо этот проект требует доработки да на ситуальном плане идет услышать ваши комментарии ну и как именно молодежь влияет на доработку по проекту и в целом умотожной политики как следствие дурной политики вопрос понятен значит вот я примерно так раз в две недели скайп конференции проверяю есть в Нижнем Новгороде такой один очень интересный товарищ я вот с ним встречался у него ник Ярагор хотя зовут его Егор и там идет вот ваши многие вопросы идет обсуждение поэтому мне это не новое значит фактически этот вопрос связан с тем а как распространять информацию как как мы можем участвовать в распространении да культура вторичная от концепции и он правильно обозначил есть структурный способ это вот читать лекции аудитория читать лекции там в университетах это один это вот чисто Иванов Петров Сидоров слушай меня я тебе дам но все равно любой я вот наблюдаю эффективность ну не очень высокая на группу 20 человек один два три которые въезжают почему естественно мы задались вопросом а потому что он подходит к этому предмету как ко множеству других предметов ну надо его сдать на это а потребности в этом знании у него нет а почему а у него никакого жизненного опыта вот человек пожил уже лбом постучался шишек набил и тогда он обращается да конечно практика хорошо теоретически чтобы посмотреть вот это структурно есть второй мне кажется что он более эффективный бесструктурный он правильно оценил способ что это значит ведь библейская культура формировалась тысячелетия верно как почему у нас стереотипы те или иные библейские почему мы живем в библейской культуре если мы проверим живопись особенно первое я на лекциях использую это литература музыка я пока не говорю плохо это или хорошо это библейские сюжеты библейские везде преследуют наша задача создавать тоже от этой концепции вторичная культура что под этим надо понимать должна появиться литература пока я знаю только одну женщину она очень умная я бы сказал с очень сильной интуицией она была актрисой долгое время в Тверском театре хорошей актрисой и когда подошел пенсионный возраст она понимала что ходить там выпрашивать роли но уже когда она была актрисой она писала у нее есть несколько книг написанных переехала она в Сочи живет в Сочи вот я считаю это просто как пример создания культуры на основе новой концепции вот в двух областях либо преподавать либо работать в культуре наращивать новую культуру сколько на это потребуется но я не думаю что тысячи лет потому что ведь если вот у меня а кто знаком с концепцией вот задайте себе вопрос у меня стоит два стеллажа книг дома но я их не читаю я ведь в свое время перечитал всю западную всю русскую классику китайскую даже американскую а вот почему я не читаю я открою о ведь я был томаса ману с таким увлечением читал пусто не о чем говорить а если проблемы поднимаются то не решаются проблемы всегда перед людьми стоят вот выявить проблему если писать уж выявить проблему и описать как она выявилась и как она решается все равно она будет решаться индивидуально вот таких два подхода фамилия этой писательницы Павленко Людмила Георгиевна ее зовут я ни разу в жизни ее не видел но в переписке очень интересные мысли она высказывает вообще умных людей очень много вот у меня в Канаде есть одна почему-то Наташи все пишут исключительно она сама уехала из Белоруссии но вот свои она аналитику прочитает она обязательно поставит и вопрос и подскажет вернее выскажет мнение я бы решил эту проблему так-то и так-то то есть когда мы начинали мы исходили из расчета того что интеллектуальный потенциал России огромен и когда появилась первая статья там за моей подписью молодой гвардии 700 тысяч ну ну все интеллектуальный потенциал огромен теперь мы только раз толкнули все поедет но в течение года ни одного отзыва а статья называлась концептуальная власть миполя реальность вот тогда ты понял придется это еще до того как мертвая вода появилась поэтому работать придется всем но я еще один пример приведу вот здесь есть с нашего аграрного университета товарищ приехал к нам из голландии большой специалист он занят чем как большие города обеспечивать продовольствие окажется голландия вторая после америки страна по экспорту продовольствия и вот он подробно расписывает какие супермаркеты какая логистика ну я послушал его послушал студенты буду начале студенты студенты задают очень грамотные вопросы но он не понимает ну поскольку я торопился яск можно я пару слов скажу я выступил и сказал европа один сплошной город для вас эта проблема актуальна у нас только два процента земли используется поджилищные строительства все остальное огромное пустая территория по вашим рекомендациям либеральным у нас хотят все 150 миллионное население собрать 20 городов миллионников вы дальше задаю вопрос сколько у вас было сельского населения сколько у вас было сельского населения в Европе полвека примерно назад он говорит 40 процентов а сейчас 3 процента я ему говорю а вот у нас когда-то было 60 а сейчас 23 вы хотите чтобы у нас тоже было 3 процента а дальше спрашиваю а сколько у вас было даунов полвека назад ну я не и сколько сейчас ну я не знаю а я говорю а мы знаем потому что мы этим интересуемся в 10 раз больше он так глаза удивленно сделал но промолчал никакой реакции на это не было я потом ушел молодежь там с ним уже сама расправлялась то есть я считаю что уже у нас выросла такая молодежь которая способна я в этом лично убедился она способна этому так называемому западному истеблишменту так загнуть салазки что и не разогнуть вот привожу простой пример когда в 10 году мне позволили выступить в европарламенте приехало там около 10 человек с разных городов наших русских студентов там и попросили а нельзя ли нам попасть ну хорошо был человек наш который это устроил все они попали и мое выступление и выступление других парламентариев сопровождалось их вопросами я наблюдал за этими докторами профессорами они не могли ответить на эти вопросы хотя там с очень высокими научными званиями вот вам пример всякое знание всего лишь приданное к типу строя психики я уверен что недалеко то время когда вот это поколение которое сейчас это же первое поколение которое освоило вот я смотрю для меня вот вам этого не понять моих чувств когда были первые это были ну или мои ровесники ну немножко помоложе была эйфория вот прошли парламентские слушания ну а у меня грустная Петров спрашивает Владимир Михайлович что мне нравится мне нравится нет молодежи вот теперь я вижу весь зал молодежи я приехал в Нижний Новгород там тоже в основном молодежь куда бы я ни приезжал я по всем странам СНГ в Киев приехал тоже в основном молодежь в Азербайджане был тоже молодежь в Эстонии молодежь в Латвии молодежь в Литве тоже сидела молодежь и всех интересуют вот те вопросы которые вы задаете у них тоже поэтому ну будем надеяться на успех так еще так мы ждали что трансгуманист так или иначе приводит к построению некой пирамиды власти а каким образом он к этому приводит ну так же мы еще утверждали что там закон об однополых браках и прочее у него это и сообщество приводит к трансгуманисту тоже каким образом ну и вообще что такого негативного в трансгуманисту я советую вам почитать этого самого да винчи где целый роман написан про трансгуманистов нет не кот да винчи Дэна Брауна да Дэна Брауна я уж не помню название этого романа я все а как инферно инферно да вот прочитайте и сами оцените а зачем это все ну и а кто же будет делать так что у вас сложилось негативное мнение конечно должно быть позитивное а иначе это двигаться не будет у меня сложилось негативное мнение потому что я знаю больше вас из истории знаю историю Атлантиды знаю историю Греции знаю историю древнего мира знаю историю Египта и знаю как формировалась библейская цивилизация я вижу что те наследники Атлантиды которые переселились в Египет продолжают ту же линию и когда-то мне казалось что это фантастика теперь я вижу что она обретает реальность а что вы полезно видите в трансгуманизме трансгуманизм сам по себе изначально предполагает ну скажем так философия совершенствования человека с использованием технологии здесь ну по сути даже обыкновенно создание технологии так и иначе является трансгуманизм даже создание безнадивей или сайта в каком-то тогда вопрос это развитие или деградация человека а с моей деградации а потому что генной инженерии на основе которой перенесение сознания куда-то и создание будем говорить интеллектуальных костылей это ведет деградации человека человек в нравственном отношении не развивается вот мы видим что сейчас все это стало нормой примерно а вопрос тогда к вам люди умнее стали сейчас или нет мы по сравнению с началом 20 века то есть насколько они способны осваивать новые знания по сравнению с началом 20 века не думают что салюты если сравнение с средневековыми стали ну конечно все стали грамотные так вот это не наши оценки это уже запад оценивает что идет деградация а мы у нас есть зарегистрировано официально общество в Европе новая молодежная политика и ребята там видят что вот уровень освоения например математики физики особенно таких дисциплин Германия проседает и наши ребята которые не очень учились даже в школе приехали туда поступили в университеты они хорошо подрабатывают более того именно преподавая такие предметы в школах а немецкие преподаватели просто говорят если Германию кто может спасти теперь то только русские ну давайте так вы останетесь при своем мнении я свое мнение высказал так здравствуйте я Владимир Михайлович меня зовут Мария у меня такой вопрос вы сказали про распространение информации в интернете у меня подруга стала недавно администратором группы группы контакта группы подгодничества направл но они в основном православные подруга интересуется концепция она меня спрашивала какие темы я могу приехать только православных что у них интерес концепции про бандитство я у вас вы хотите уточнить этот вопрос спасибо но это целое если отвечать надо еще часа на полтора значит мы этому вопросу очень много уделили внимания сегодня даже когда везли меня из аэропорта этот вопрос поднимался поскольку мы считаем есть два вида атеизма идеалистический и материалистический и все церкви я не говорю об отдельных представителей но все церкви иерархии они атеисты потому что они верят бога а богу они не верят иногда мне кажется они ни богу ни черту не верят так вот проблема религии конечно это очень серьезная проблема потому что бог един как говорят а веры разные я уже кратко говорил здесь об этом что не было ни в учении христа разделения на православных и католиков это придумали люди это человеческая отсебятина зачем это придумано а чтобы сталкивать лбами чтобы католики с православными воевали они воюют уже тысячу лет так же самое нет у мухаммада разделения на шиитов и суннитов кто это придумал люди зачем а чтобы шииты сунниты воевали вот они и воюют кровь и льется на ближнем востоке а зачем это надо а чтобы управлять бог то один то есть в первую очередь тем лучше таки первым приоритет давать на то в котором они могут это да да то есть надо понять ведь мы искренне хотели мы считаем я уже повторяюсь что создана структура и в православии и в католицизме но обратитесь обратитесь к богу искренне а то есть можно например начать с ним мотиватор люди надо поговорить о вере бога а задумайтесь о вере богу да да так вот там товарищ у нас конфет и очень много вопрос я хотел здесь вопрос 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 с вашим предъявлением можно подозначить в основе церкви церкви управления трансгуманизм не понял последний значит вот молодой человек который про трансгуманизм это вот и есть кончита это и есть первый элемент трансгуманизма обратите внимание что в начале в начале где-то прошлом или позапрошлом году появился большой фильм мультфильм где вот этот образ кончиты девушка с бородой там плывет там буш там сатана там вот и как сам намбула плывет вот этот вот якобы христос а на самом деле он антихрист теперь что такое кончита я не знаю видели вы или нет мне прислали с украины да алексей жанна на украине и не где-нибудь именно украине появилась девушка а вернее трудно как ну прям по пушкину моду вир моду фемина пушкин и тут все дело это раскопал значит родился мальчик по имени алексей и где-то в 3-4 года он заговорил по-португальски дальше мальчик рос и стал говорить что он не мальчик а девочка учился в школе чувствовал себя очень одиноким и потребовал он все боялся что как он она уже там боялся что его психушку посадят свободно говорил на португальском причем на том который лет 150 назад он или она он говорил что мое имя Жанна я родилась в Бразилии вот там мои предки 150 лет назад там кто-то умер а я вот взамен родился и там были специалисты по португальскому там были негры из Африки там были из Бразилии они с ним или с ней потому что он был в женском платье уже после операции пол изменил он стала она вопрос ко всем а что это такое и вот товарищ который про трансгуманистов задал вопрос что это такое по-вашему причем это единичный случай думайте нет таких случаев много это новые технологии это новые технологии когда можно по заданию сделать рождается а вселить в него откуда это как сторонники трансгуманистов могут ответить наука может ответить мы можем ответить откуда ответ такой на сфера существует существует в ней записана память всех поколений потому что мечта этой Жанны я хочу приехать в Бразилию найти родственников возможно и найдет и кто-то решил подшутить вселить там были кстати православные а как же душа и так далее вселить некий эрзац души в этого человека ему говорят да брось ты ты нормальный мужик там и все нет я женщина и все мать там плачет родился мальчик кроме расстройств ничего как быть как жить это работают вот эти трансгуманисты я думаю что они насчитывают там не одно поколение они демонстрируют что они могут сделать с людьми и вы никогда не поймете а кто вы вот она утверждает причем там был специалист до такого наречия лет сто уже в Бразилии нет оно исчезло да есть такой он специалист по португальскому его как всегда пригласил Малахов и он там выступал вот ответ такой еще один был ли на Руси вот вы говорите о толпе в Афлантиде был ли нарушитель времен толпе в Афлантиде по мнению Малаховского Христина это на этот вопрос я отвечал уже несколько раз он связан вот с чем был ли Иисус посещал Иисус Русь если мы ответим на этот вопрос то мы ответим и на этот вопрос был ли толп политаризм ну в том виде каким он есть на западе наше мнение есть такой метод черного ящика когда информация достоверна на входе на выходе есть тогда можно вот этот вот отрезок пути в истории можно просчитать мы такими вещами занимаемся мы считаем Иисуса реальной личностью и непонятно куда он делся куда он пропал до 33-летнего возраста поскольку на эту тему очень много мифов он в Индии был он в Китае был он в Японии был вопрос опять применять надо диалектику постановка наводящих вопросов а зачем что ему делать в Индии что ему делать в Китае что ему делать в Японии в Удее было не просто толп элитарное общество а рабовладельческое толп элитарное общество если он получил откровение ему дано все учиться чему-то в Индии а чему он мог научиться в Индии там общество круче еще было рабовладельческое чем в Иудее в Китае было рабовладение везде иначе должен быть поставлен вопрос а что ему не хватало для того чтобы выйти с этим откровением к людям вот как по-вашему что ему не хватало правильно он должен был задать вопрос как это делается это уже другое он должен задать вопрос а нет ли на земле вот такого общества да я понимаю здесь все не так все плохо где вот так и видимо было указано иди на север и он был на Руси отсюда миссия Андрея Первозванного очень интересно вы наверное слышали я не раз высказывался на эту тему и говорил что Сноуден сейчас вот в это время это все равно что Андрей Первозванный в первом веке новой эры вот вот пока ответ такой значит мы работаем у нас есть все переводы Корана но мы работаем с Кораном в переводе Крачковского объясняю почему хотя он и польский еврей но он делал подстрочник он не собирался его издавать все переводы ну неадекватные как это понять ну я вот общаясь с мусульманами из разных стран задавал там вопросы и иногда час-полтора нужно чтобы найти точный перевод сейчас в Казани с 10-го года работает группа которые хорошо знают арабский и они его как мне они мне фрагменты посылали сейчас они просят прибыть они закончили перевод я наверное туда слетаю дня на 2 на 3 ну чтобы понять насколько этот перевод адекватнее тех всех остальных а так пока рекомендую пользоваться крочковским но мы недавно издали этот перевод в хронологическом порядке расположенные суры и можно запросить на пушкарской там 2000 уже есть вот и более того убрали везде Аллах раз уж русский язык поставили Бог и Господь убрали потому что добавка Господь Бог это это тоже хитрый ход Бог Он и есть Бог Вы употребляете мясо Я к питанию отношусь так У меня есть свой рацион питания но мне много приходится ездить Я не любитель создавать кому-либо проблем Потому что если тебе подают что-то ты говоришь нет я этого не ем Я очень боюсь обидеть людей Ну немножко там Давида схем Хотя я стараюсь в своем рационе мясо употреблять как можно меньше Ну в силу может возрастного но тяжело мясо Еще вопрос Алкоголь не употребляю Вопрос Если есть Бог то есть и Сатана Есть Но если Бог создал все то Сатану создали люди сами Какой процент стремящийся к человеческому типу противности должен быть для того чтобы человечество выжило и находилось на каких условиях развития Да я думаю хотя бы 3-5 процентов Вот вообще если взять за 100 процентов то есть активных всегда 3-5 процентов Я думаю вы как раз из этой когорты Но не то чтобы достичь а хотя бы стать на путь осознать потому что достичь это цель такая А вот встать на путь человечности но для этого не надо никого нагибать а надо чтобы человек понял что индивид понял что такое человечный тип строй психи так да 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 цивилизация нашего нашей культуры нас со всей светлой грамоты к нам пришли сразу же как только мы появились первой работы абрамов и мы встречались с ними но к сожалению он сам ее полностью не знает и у нас нет вот такого понимания что это такое единственное я могу сказать что это некое объемное письмо с проекциями там на три плоскости но из бесед с абрамов мы поняли что и сам он не очень понимает что это такое какая-то вещь была на руси такая больше интересно софийской вот азбука где было 44 буквы и она очень с нумерологией связано ну а мы считаем что россия стоит на трех китах эта идея справедливости это русский язык и творчество пушкина не зря его на олимпе памятник ему ставят вот такой как он сейчас есть потому что у нас есть работа на эту тему почитайте язык наш объективная данность и культура речи там все подробно написано почитать